Место встречи изменить нельзя. Кубок России. Темп против Динамо. Очередное Барнаульское дерби. В рамках Кубка России эти два футбольных коллектива уже между собой встречались. Одна победа у Темпа и одна победа у Динамо. Кто сегодня выиграет, узнаем ровно через 90 минут. Ажиотаж из свыше 5000 болельщиков на стадионе Динамо. Такое Барнаул видит редко, но ждет с нетерпением. Любители против профессионалов. Темп против Динамо. Это как демон и ангел. Кто из них, кто решает зрителям. Встреча началась по сценарию Динамо. Белоголубые владели мячом, двигались быстрее, создавали атаки. Все это дало свои плоды. Шикарная передача Бака и нападающий Динамо Игорь Абрамов отправляет мяч в сетку ворот. В первом тайме мы сыграли достойно, я считаю, забили хороший гол. Во втором тайме мы позволили сопернику, сами же позволили сопернику сыграть так, как во втором тайме сыграл Темп. Во втором тайме Темп успокоился и начал показывать свой футбол. Бордово-оранжевые быстро сравняли счет. И дальше болельщики наблюдали качельный футбол. То Темп заваливал атаками, то Динамо раз за разом имели момент забить гол. Такая картина была до 80-й минуты, которая запомнился болельщикам двух команд. Владимир Завьялов, защищающий цвета Темпа, сделал голевой пас ворота бывшей команды, где он был лучшим бомбардиром и капитаном команды. А откликнулся на пас Никита Князев. 2-1. Игроки, которые вечерами трудятся на стройке, сегодня обыгрывают команду мастеров. Темп в Кубке России идет дальше. Совру, если скажу, что я не рад. Но опять же, лукавство будет, если я скажу, что я прям сильно рад. Ну, так случилось, что я сейчас в команде Темп, и у нас прекрасная команда. И вот переиграли команду мастеров. То есть, не в обиду белоголубым болельщикам, но сегодня Барнаул, Бордово-оранжевый. Непростой матч был. Тяжело очень для нас складывался. Первый тайм, начало. Конечно, мы не каждый день играем такие матчи при такой аудитории. Маленько ребят это где-то сковало. Ну, с середины первого тайма они начали играть уже в свою игру в перерыве. Я им сказал, говорю, ребят, ну все, с середины первого тайма вы играете правильно, все делаете правильно. Просто выйдите и забейте два. Это было, и так, в принципе, они сделали. Дальше по плану Динамо игра на выезде с Нижним Новгородом. А Темп готовится к поединку в третьей лиге Сибири. А что касается Кубка России, то Бордово-оранжевые вышли на футбольный клуб Сибирь. Игра состоится в конце августа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.